МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости муниципалитета. Смотрите сегодня в нашем выпуске. День безопасности в летнем оздоровительном лагере «Салют». Показываем работу специальных служб, рассказываем о безопасности дорожного движения, по правилам пользования первичными средствами пожаротушения. В Центре социального обслуживания «Вера» прошел день открытых дверей. Когда любой гражданин вправе прийти в наше учреждение, привезти свою маму, привезти своих детей. Паломнический тур для жителей деревни Мильково. Еще мне понравился храм предведущий. Там можно было подняться очень высоко и еще позвонить. Калакалам. В поселке Володарского в летнем оздоровительном лагере «Салют» прошел День безопасности. Воспитанники не только повторили правила дорожного движения и поведения при пожаре, но и научились обращаться с огнетушителем и пожарным гидрантом. Основы безопасности жизнедеятельности вспоминала и наша съемочная группа. Единый День безопасности прошел во всех культурно-массовых и образовательных учреждениях Московской области. Не стал исключением и детский оздоровительный лагерь «Салют» в поселке Володарского. Для начала в актовом зале воспитанники вспомнили правила дорожного движения, поговорили о безопасности в темное время суток и поучаствовали в эстафете. Раз, два, три! Затем ребята переместились на улицу, чтобы заглянуть в святая святых специальных служб, пожарную машину и фургон сотрудников ДПС. Научиться обращаться с огнетушителем, познакомиться с устройством пожарной машины и машины ДПС и почувствовать себя настоящим спасателем – все это смогли воспитанники детского оздоровительного лагеря «Салют» в поселке Володарского. Такие мероприятия администрация совместно с сотрудниками специальных служб проводит в муниципалитете регулярно. Цель – не только повторить с ребятами основу безопасности жизнедеятельности, но и помочь сегодняшним мальчишкам и девчонкам определиться с будущей профессией. Показываем работу специальных служб, рассказываем о безопасности дорожного движения, о правилах пользования первичными средствами пожаротушения, что делать при пожаре, как поступать при дорожно-транспортном происшествии. Данное мероприятие проводилось совместно с МЧС Ленинского района. Конечно, такие мероприятия, безусловно, прививают подрастающим поколению первичные навыки, необходимые для безопасности дорожного движения. Для летнего лагеря «Салют» подобные дни безопасности уже стали доброй традицией. Такого формата мероприятия мы ввели практику уже третий год. Каждую смену мы проводим в дни безопасности. И сегодняшнее мероприятие для нас не новое. Но, тем не менее, оно внесло новых красок, ярких идей, подняло настроение и нам, и детям. Мероприятие пошло в веселом формате, познавательно. Самое главное – это безопасность наших детей, и это главная наша задача. Ребята смогли примерить шлемы и бронежилеты, узнали, как сотрудники ДПС включают проблесковые маячки и сирену, научились пользоваться пожарным гидрантом и огнетушителем. Мне понравилось, как мы садились в машины, мне понравилось, как они работают, мне понравилось, как стреляли из пушек, мне понравилось, как включали сирены. Очень понравилось. Я мог себе посмотреть оборудование, технику и прочее, каких-то либо госструктур, что позволило мне определиться еще больше с профессией, и, я думаю, пойти в Росгвардию. Словом, равнодушных не было, а это значит, главная цель Дня безопасности достигнута. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Винетове. В Центре социального обслуживания «Вера» состоялся День открытых дверей. Любой желающий в этот день мог познакомиться с учреждением и направлениями его деятельности. Воспользовалась этой возможностью и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Максима Козлова. День открытых дверей – это всегда праздник, но люди пришли сюда не развлечения ради, а обучения для. В классической акварельной живописи, там, где белые части, они должны остаться белыми. Мастер-классы по рисованию проводятся здесь на постоянной основе. Сегодня присоединиться к обучающимся может любой желающий. Хотите чему здесь научиться? Попробовать, как у меня получится или нет. Вообще я люблю заниматься цветами. Ежедневно Центр социального обслуживания «Вера» посещают более 50 человек, но руководство учреждения считает, что нужно активнее знакомить людей с работой Центра. Сегодня мы проводим День открытых дверей на базе нашего учреждения, когда любой гражданин вправе прийти в наше учреждение, привезти свою маму, привезти своих детей, посмотреть, какие специалисты у нас работают, какие направления работы мы ведем. А направлений действительно хватает более 15 и постоянно внедряется что-то новое, в том числе и в соответствии с губернаторской программой «Активное долголетие». Молодцы! Спинка прямая. Тренируют здесь и мозговую деятельность. Занятия по развитию памяти и внимания – одни из самых популярных. Каждый урок посещают 10-12 человек. У нас логические такие задачи, потом интеллектуальные игры бывают, и они довольны. А в соседней комнате звучит иностранная речь. Здесь проводят уроки английского языка. Мы поиграем с вами вокруг. Представлены на дне открытия дверей были и лечебно-реабилитационные программы – массаж, занятия с логопедом и психологом. Что будем рисовать сегодня с тобой? Я в том. Отлично, давай. Так, работаем с песочком. В общей сложности отделение Центра Вера в Развилке и Видном в этот день посетило около 80 человек. Одна из основных задач Дня открытых дверей – показать, что Центр Вера не только предоставляет помощь людям с ограниченными возможностями здоровья или пожилым. По сути, это уже полноценный культурно-оздоровительный центр, работающий со всеми возрастами и готовый предложить всем желающим самые разнообразные программы. Все участники акции могли оставить пожелания по работе Центра Вера. Все они будут учтены и, может быть, станут поводом для появления новых обучающих или реабилитационных программ. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видно этого. В Развилковской библиотеке нет времени скучать. Несколько раз в неделю для детей разного возраста проводят развлекательные и познавательные мероприятия. Наш корреспондент Анастасия Воронина побывала на одном из обучающих уроков и познакомилась с дорожными знаками. Знак дорожный – самый сложный. В этом уверены мальчишки и девчонки поселка Развилка, которые приняли участие в познавательной программе, посвященной правилам дорожного движения. Мероприятие еще было посвящено, чтобы детки приходили в библиотеку. У нас очень много книг, как раз посвященных правилам дорожного движения, чтобы они были всегда в теме. На обучающий урок, который подготовили сотрудники Развилковской библиотеки, пришли воспитанники детского сада «Сказка». Мы стараемся большое внимание уделять правилам дорожного движения, потому что с детских лет воспитание ребенка в детском саду дома – это большая семья. И поэтому и мы, и родители должны знать правила дорожного движения, а может быть и дети обучать наших старшего поколения, чтобы они соблюдали правила дорожного движения и брали пример. Вначале детям рассказали о дорожных знаках и их назначениях, а после с помощью загадок проверили полученные знания ребят. Что за лошадь вся в полоску? На дороге загорает. Люди едут и идут, а она не убегает. Зебра! Оказалось, что дети пришли на познавательную программу хорошо подготовленными, поэтому они смогли дать правильные ответы на большинство загадок. Я запомнил зебру-знак. А чем этот знак важен? Что можно переходить, если нет зебры на земле и есть на знаке. Важный знак – это светофор. А почему? Потому что он указывает людям, идти или не идти. Все знакомство с дорожными знаками происходило в форме игры. Так, например, значение главного регулировщика светофора ребята запомнили благодаря движениям рук и ног. Для воспитанников детского сада подготовили спортивные эстафеты, в которых они смогли представить себя водителем автомобиля или машинистом поезда. Но больше всего детям понравились творческие задания. Василина Меликова проявила свою фантазию в рисовании. Я нарисовала светофор. Светофор мне больше нравится все в праве дорожного движения. Допреждают пешеходов, что стой, не надо идти, потому что машина может сбить. В завершении познавательной программы ребятам подарили небольшие подарки, а также уже по сложившейся традиции сделали совместный памятный снимок. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Паломнический тур совершили жители деревни Мильково. Они побывали в нескольких храмах в ближних населенных пунктах и ознакомились с их историей. Вместе с ними отправилась и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Арсения Рогозянского. Краевическая экскурсия превратилась в путешествие по храмам. Красивые, а некоторые и богатые в своей истории церкви с радушием принимали местных паломников, которые, хотя и были разного возраста, слушали и наблюдали с одинаково большим интересом. Организовала тур заведующая Мильковской библиотекой Анна Шмелева-Михайлова. Чем цена эта экскурсия? Она цена для тех, кто приехал в храм, в наше поселение, здесь остался, поселился, построил дома, но они не знают истории. И с большим откликом, вот сейчас посмотришь, не только взрослые, и дети стоят с открытыми ртами и слушают, слушают и слушают. Старейшая церковь Рождества Христова в селе Беседы. По преданию, она была заложена князем Дмитрием Донским после победы в Куликовской битве. В 16 веке храм принадлежал усадьбе царя Бориса Годунова, что уже говорит о его исторической значимости. Для тех, кто приходит на экскурсию, участвовать важно, потому что дети и взрослые вспоминают историческое прошлое своей страны. То есть у них возникают патриотические чувства, которые впоследствии, конечно же, вливаются в любовь к своей стране. У храма Ксении Петербуржской в Слободе историческая летопись только начинает писаться. Он открылся в прошлом году, однако сразу понравился прихожанам. Убранство церкви выполнено в мягких тонах, а его роспись будто добавляет света. Насте Мамонтовой запомнился каждый посещенный храм. Еще мне понравился храм предведущий. Там можно было подняться очень высоко и еще позвонить колоколами. Участникам краеведческой экскурсии такой формат позволил получить новые знания об истории родных мест, которыми они поделятся со своими родными и близкими. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Елена Кошлева, Видное ТВ На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.